Друзья, всем привет! У нас стартуют очередные крипто новости. Если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это обязательно. Поставьте лайк и напишите комментарий. Для нас это очень важно. И начнем с новости. Появилась информация о том, кто создал Хамстер Комбат. Ну, говорят о том, что Эдуард Горинович создал его, потому что он зарегистрировал товарный знак. Именно название этой игры, популярной игры, которая 239 миллионов пользователей собрала по всему миру. Вот такая вот игра, которая тапаешь хомячка, тебе насыпают крипты, которая должна выйти, которая должна залиститься на биржу, и вы станете сказочно богатыми. Но это не точно. В общем, человек, который создал CarPrice, CarMoney, я думаю, что все-таки это не обошлось без участия вообще команды Tone, Tone Foundation. Потому что, ну, сделать такую вещь и на весь мир загреметь, ну, я не думаю, что это просто вот Эдуард Горинович создал и все. Здесь, конечно же, была поддержка. Поэтому посмотрим, сколько людям насыпят за тапанья в этой тапалке и будем смотреть, наблюдать. Но я думаю, что это не последняя еще вот игра, которую выпустят Tone совместно с Tone Foundation. Я думаю, что еще 2-3 игры мы таких должны увидеть, потом хайп спадет, потому что невозможно насыпать столько. Игры сейчас все, их выходит, ну, не знаю, сейчас сотнями, да, и не каждый насыпает, и не каждое насыпят. Люди разочаруются и просто уйдут. OKEX – одна из лучших мировых криптовалютных бирж. На этой бирже вы сможете торговать разнообразными токенами и торговыми парами. Управлять DeFi портфелями. Создавать, покупать и продавать NFT. Подключаться к DeFi с помощью Web3 кошелька. Подключаться к всемирно известной платформе TradingU. И напрямую торговать криптовалютами с помощью ее супертехнологичных графиков. Регистрируйся на бирже по ссылке в описании. Crypto Emergency рекомендует. Илон Маск поставил аватарку с лазерными глазами. В поддержку, ну, якобы в поддержку ивента, который пройдет в Америке. Bitcoin24. Соберутся туда значимые игроки, будут выступать и популярные политики. Нельзя говорить их имена, потому что YouTube не очень любит и начинает банить видео, не продвигает. Представляете, вот такое. Но все-таки Илон Маск поддерживает крипту, Bitcoin. И вообще, мне кажется, потихонечку начинается все-таки опять новый виток хайпа, роста рынка. Потому что звезды, политики начинают упоминать о крипте, говорить о крипте, говорить о биткоине, говорить о BTF. Поэтому, я думаю, что бычий рынок не за горами. Телеграм насчитывает 950 миллионов пользователей на фоне бума криптовалютных игр. Игр становится все больше не только хамстера. Notcoin, который был, который первый, грубо говоря, загремел вот так вот очень сильно. Раздал людям много денег. Некоторые заработали, у меня даже вот близкие друзья, заработали там 300-400 тысяч. Представляете? У них просто выросло то, что Notcoin они не продали. Он вырос. Они потом пошли, продали, заработали реально один 300, другой 400 тысяч. Просто тапая в Телеграме игру. Ну, вот такие вот вещи бывают. Сколько сейчас еще продлится этот хайп, мы не знаем. Но в любом случае, в керкосистеме Тон большое, очень внимание. Уйдет тапалки, придут биржи, придут какие-нибудь казино. В общем, Телеграм будет развиваться. И сама монета Тонкоин. Я думаю, что мы увидим взрыв цены в этом цикле. Но это не финансовый совет. Показатели акций компании MicroStrategy, Майкла Сейлора, растут вместе с биткоином. У них, по-моему, на данный момент 236 тысяч биткоинов накоплено. Это огромная сумма. Цена биткоина растет. И я думаю, что в будущем еще будет расти. И плюс акции тоже их растут. Поэтому компания получает, наверное, двойную прибыль. Некоторые смеялись над ним, что он покупает постоянно биткоин. Даже когда он в просадке или когда он на хайпе, они все равно скупали, скупали, скупали. И сейчас средняя цена у них, если не ошибаюсь, 53 тысячи долларов. А может быть, чуть меньше даже. Это неплохой показатель. Даже если это все вырастет в два раза, в три, это будет огромная прибыль. Огромнейшая прибыль. То есть для компании, которая стоит очень много денег и очень большие активы, вырасти в два, в три раза, это просто безумная прибыль. Поэтому Майкл Сейлер сделал все правильно. Комитет Госдумы одобрил законопроект о тестовых расчетах в криптовалюте. Что это будет? Говорили, что 1 сентября полностью запретят криптовалюту. Сейчас же наоборот. Говорят о том, что майнерам разрешат продавать внутри страны. Разрешат бизнесу рассчитываться криптовалютой за пределами страны. Где она будет покупаться, на каких ресурсах, как это будет делаться. Со счета предпринимателя или наличными они будут приносить. Через какую сеть это будут проводить. Не заблокирует ли Тезер, если через Тезер будут проводить смарт-контракт, зная о том, что это платежи за Россию. Вопросов очень много. Но слава богу, что они смотрят сюда и не запрещают. А наоборот разрешают. И экспериментальные вот такие вот вещи делают. Ну и говорят о том, что запрет на рекламу криптовалют тоже отменяют. В общем смягчают полностью. Посмотрим как это будет, в каком виде это примут. Но майнеры, по крайней мере, смогут легально работать, легально платить налоги, продавать крипту внутри страны. Может быть этой криптой как раз можно будет и расплачиваться. Но биткоинам, конечно, нельзя. Нужен все-таки какой-то стейбл. Потому что пока ты будешь переводить за границу, час, два, три, может быть там еще что-то, пока кто-то получит. Цена биткоина может обвалиться или пойти вверх. Поэтому это не целесообразно. Переводить какие-то расчеты делать в биткоине. Ну уж точно там или в эфириуме. Нужен какой-то стейбл. Какой будут использовать, пока мы не знаем. Будем смотреть, наблюдать. Будем держать вас в курсе. Эксперты предупредили о рисках отката цены эфириум после торгов 23 июля, когда запустится ETF. Предупреждают о том, что цена может сходить на 2700, на 300 может быть. Но потом цена пойдет выше. 4000, а может быть и 5000 долларов. Я думаю, что 5000 долларов это не показатель, вообще не цена для эфириума в этом цикле, не финансовый совет. Я думаю, что все-таки это будет 10-12 тысяч, потому что прошлый цикл как раз-таки был 5000 долларов. Чуть-чуть мы не дошли, там 4800 или там с копейками, да, и пошли вниз. Поэтому сейчас цена 5000 долларов никого не устроит и это не цена для этого обычного рынка. Поэтому ждем эфириум по 10, по 12, не финансовый совет. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете вообще об одобрении крипты в России. Интересно ваше мнение. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok